Здесь каждый нарядился в свой национальный костюм и под звуки народной музыки о России представители разных национальностей вводят хоровод. Светлана Козлова представляет славянский этнос. Потробно изучать культуру начала около пяти лет назад. По мнению женщины, сила русского народа в традициях и начинать нужно с быта, например, своих же нарядов. В нем себя чувствуют женщины просто увереннее, спокойнее, защищеннее. Это очень удобная одежда. Я всегда так хожу. То есть у вас весь гардероб из похожей одежды состоит? У меня весь гардероб состоит из злобной одежды, городской, примерно 19 века, начало 20 века. Но платок не всегда, конечно, сверху наш, в честь праздника. А как люди воспринимают? Люди оборачиваются, уступают дорогу мужчины. Оборачиваться на Алтына и Жунусову начали еще в школе. 16-летняя девушка собиралась выступить на концерте с песней. Для этого нарядилась в казахский национальный костюм. Я шла через всю школу, но меня все показывали, тыкали пальцем и смеялись над тем, что у меня очень необычный головной убор, очень высокий. И хихикали все первоклассники, и смотрели, и друг другу показывали, смотрите, смотрите, что у нее на голове. И тогда я поняла, что я, оказывается, другая. Этот случай повлиял на профессию девушки. И сейчас Алтына руководит Центром казахской культуры Малдив. Притягиваться к флешмобу позвали около пяти народностей. Из-за хмурой погоды танцевать пришли не все. А те, кто все же встал в народный хоровод, очень заинтересовали прохожих. Это прекрасно, это ведет к объединению. Нет националистических взглядов. Это же здорово. А почему вы сами не присоединились? Да я, блин, простышая, боюсь, что сейчас без головного убора побегаю, и у меня останется все. Марина Владимировна, начальнику национальных отношений. Да, прям хотелось. Впрочем, присоединиться к флешмобу разных национальностей омичи еще смогут. Такой же хоровод в следующий раз хотят устроить летом. Как считают организаторы, костюмированные танцы выглядят любопытно. Никогда не смотрится нелепо, допустим, наша организация объединенных наций. Организация же представляет очень много разных представителей из разных стран и народов. Соответственно, мы тоже не будем казаться нелепыми, потому что мы несем культуру в массы. Благодаря этому мы как раз таки пропагандируем культурный минимум. Тот минимум, который должны знать все граждане. И создаем прекрасную семейную традицию. Для следующего флешмоба дату пока что не определили. Однако точно известно. Собраться решили, когда потеплеет. Семья Бесарап, Юрий Дорошенко, Антенна 7.